Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик спингов Нордстрим, ну и попутно даже немножко рыболов. Собственно говоря, где я и что я? Сызрань, вторая половина апреля, холодно, высокая вода и ловится судак. На самом деле судака мы ловим вот на такую вещь, называется это Шакал Тригон, вес 28 грамм, размер 70 миллиметров, появится он у нас в компании Мироболова, в этом году где-то там через месяц-полтора продажа. Что я здесь делаю, я уже сказал, но я не сказал с кем я здесь. Здесь я с Сергеем Карповым, представляю его вам, это многократный призер всего на свете, самарских местных соревнований, бронзовый призер чемпионата мира, неоднократный призер пала, спортсмен, рыбак, ну и просто хороший человек позитив. Привет, друзья! Вот, почему именно вот мы сейчас вот это вот делаем маленькое видео, потому что Сергей у нас профессионально, долго и очень успешно ловит именно на ратлинах. Поэтому я хотел бы как бы немножко устраниться и дать возможность Сергею рассказать именно, что такое ловля ратлином, когда, для чего, ну а результаты, я думаю, вы увидите скоро, мы похвастаемся, если честно. Сереж, ну вот смотри, как бы ратлин в принципе только недавно стал популярен, как ты вообще на это дело подсел, что это? Да, ну в общем-то все произошло совершенно случайно. Когда-то давно подарил мне друг на день рождения ратлина, назывался он Раппала, видимо это был один из самых первых ратлинов, и он очень долго у меня лежал в коробочке. Невостребован. Совершенно невостребован. Да. И в один из солнечных зимних дней, когда уже наловились на все на свете, я его увидел и решил попробовать. Поймал большого головля и очень жирного опуня. Подожди, зимой? Зимой. А, именно зимой. Зимой, да. После этого у меня мысль пришла половить на них, попробовать в сезон жидкой воды. Все-таки я больше рыбачу с лодки, с хищника летом. И на первой же выставке в Москве, пообщавшись с друзьями рыболовами, товарищами, прикупил пару десятков ратлинов, различных ратлинов, различных совершенно производителей. В тот год, это было три года назад, мне удалось разловить порядка 16, 16-17 штук. Лучшие из них у меня работали по щуке, они так у меня есть, эти ратлины самые лучшие, я не буду их называть, чтобы никого... Нет, что-то назови, никаких проблем. Да, самые лучшие. Назови, лучше покажи даже. Да, самый лучший из тех, которых мне довелось видеть ратлинов по щуке, это вот этот ратлин. Он тонущий? Он тонущий, он весит 28 грамм, он зловый. Это ратлин экскалибр. К сожалению, сняли их с производства и пришлось их покупать на всяких разных аукционах, искать в запасах. Но вот по щуке для меня этот ратлин номер один. Пока вот по статистике последних трех лет. Вот, вот такой хороший ратлин, шумящий ратлин. Есть вот такие вот большие ратлины. В общем-то, в эту коробку я взял ратлины, вот эту коробку собрал. У меня их много для ловли весеннего судака. То есть мы сейчас перед запретом пытаемся попробовать поймать по холодной воде судака. Поэтому здесь выбраны именно те ратлин, которые у меня когда-либо работали по судаку. И статистика теперь у нас уже за последние три дня. Следующее. Во-первых, во-первых, ратлин вчистую обыграл джиг. Я на самом деле был реально поражен, потому что до этого у меня использовался ратлин, он был такой, ну, условно, где-то когда-то чего-то пробовал. Не более того. И вот когда мы сейчас приехали, и Сергей сказал, давай-ка оставь ратлин и посмотрим, что будет. Посмотрел. На самом деле я, мягко говоря, в шоке. Я тоже был в шоке, когда первый раз ловил ратлин на судака. Это как раз было в прошлом году. Вот. К счастью, мне попался ратлин, который сегодня обыграл все остальные ратлины. Тоже примерно с таким же счетом, как вообще ратлин обыгрывал джиг. И этот ратлин, в общем-то вот он перед вами. Это ратлин шакал тригон. Весит он 28 грамм. Основное его отличие от традиционных ратлинов, то, что у него вот впереди есть такой грузик вольфрамовой. И при проводке он очень сильно вот так нагибается, что защищает крючки от зацепа. Половили этим ратлином, попадались и трофеи, попадались и мелкие судачки-бершип. Непонятно чем. Но работает, хочу сказать сразу, что этот ратлин точно работает по очень холодной воде. В теплой воде мне не удалось им половить, просто не было возможности. В этом году обязательно его испытаю. Поэтому могу сказать следующее, что вот такая вот приманочка должна быть у каждого рыболова, тот, кто ловит весной на большом водохранилище с течением хищника. Наверняка он будет ловить и выкашивать окуня. Попробуем обязательно попозже. Ну а пока вот судак. Глубины ловли, на которых мы его использовали, от 6 до 12 метров. Течение от слабого до средне-сильного. На большой струе, на большой глубине он, конечно, улетает, но там судака сейчас и нет. Проводка. Сейчас покажу, как, собственно, делать проводку. Она несколько отличается от джиговой проводки. Я бы сказал, она кардинально отличается вообще. Все по-другому. Да, поэтому нужно экспериментировать, с каждым ратлином подбирать проводку. Ну вот с этим ратлином подобрали мы проводочку, с Кириллом, она у нас совпала. Да. Совпал, да. Что абсолютно независимо подбирали. Что хочу добавить. На самом деле мы вот за эти дни сравнивали именно ратлины с абсолютно всеми другими возможными приманками. То есть у нас была резина, виброхвосты, твистеры, черви. У нас были поролоны разные. У нас были, соответственно, что еще? Мудула обязательно. Обязательно. Ну, по статистике получилось так. Ратлин обыграл всех. Поэтому, Сереж, покажи, пожалуйста, свою проводку, как ты его проводишь. Да, проводишь. Это как бы очень важно, потому что без правильной проводки есть уловисть в ратлинах, нет уловисть в ратлинах. Толку не будет. Рыба тоже. Друзья, очень важно при забросе обратить внимание на то, что часто происходит захлёст заднего тройника за леску. Поэтому заброс нужно делать плавный. Ну, или те, кто ловит мультипликатор на катушку, используют все-таки мультипликатор. Ну, вот, примерно это выглядит так. Ждем, пока приманка опустится на дно. Нужно проверить, захлестнулась она или не захлестнулась. Но вот в данном случае мы уже приспособились забрасывать. Захлеста нету. Глубина ловли в данном случае 9 метров и течение среднее. Ждем, пока опустится. Вот, приманочка опустилась. После того, как мы поняли, что приманка коснулась нам, делаем 4 медленных оборота. И пауза. Ждем, пока приманка падает. Вот. Дальше опять делаем 4 оборота. Пауза. Вращаем катушку со скоростью, при которой мы чувствуем вибрации воблера. Вибрации ратлина. Вот, поклевка произошла. То есть, минимально возможная скорость вращения катушки, при которой воблер вибрирует. Это важно. При вращении быстро судак просто не успевает его схватить. Можно делать неравномерную проводку. Ну, вот сегодня у нас, конечно, отработал лучше всего 4 оборота пауза. Но иногда бывает, я делаю 2 оборота, потом 4, 3 оборота, 5 оборотов. В зависимости от глубины и от ситуации. Судак, как правило, хватает на паузе. Но иногда бывает и при медленном вращении. Но в эти дни практически очень редко, когда делаются забросы, не следует ни одной поклевки. Вот сейчас за проводку была одна поклевка. Но, как правило, это 2-3 касания, 4 касания. Судак настолько заводится этой приманкой, что догоняет, хватает ее вновь. И иногда прям под лодкой догоняет. Пока Серега рассказывает про волшебный воблер тригон, хитрый, злой Гущин на него ловит. Причем, что-то нормальное всего. Вот Гущин, гад ты какой, а. Тригоном уйдет? Ага. Лога, что ли? Двушка, 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 двушка. Опа. Экспириенс, брейкач в машине. Я-а-а. Сколько килограмм? Десять. Десять. Хе-хе-хе-хе-хе. Сережа, продолжай. Зато это тригон. Я еще вопрос. Да-да-да-да. Смотри, смотри, он так. А, говорит, давай, давай, говорит Тирилл. Давай, говори, 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 говори. Такого. Ну, давайте сделаем еще один заброс. Покажу. Плавненько, как говорил. Бросаем. Ждем, пока приманка коснется дна. Сейчас я попробую неравномерное количество вращений. Но при этом все равно обращаем внимание на то, что эти вращения медленные. Два оборота. Пауза. Три оборота. Пауза. Четыре оборота делаем. И опять неравномерно вращаем. Два. Пять можем сделать. Оп, поклевка была. Промахивается. Сейчас середина дня. Рыба не очень активная. Но все равно продолжает бросаться на приманку. Еще один немаловажный момент, который мы сегодня с Кириллом поняли. Иногда судак атакует приманку, лежащую на дне. Ну, это мы случайно узнали, установили. Смотрели по сторонам, и в этот момент следовали сильные удары. То есть, иногда стоит подождать пару-тройку секунд, пока воблер лежит на дне. Такое тоже есть смысл сделать, если судак, допустим, не очень активно бросается на движущуюся приманку. Я делаю протяжечку, чтобы понять, с какой скоростью надо вращать, чтобы он издавал колебания. Вот поклевка сразу последовала. Вот. То есть, мы сделали заброс, пару секунд приманка полежала на дне. Сделали протяжечку, и со второй протяжки он клюнул. Ну, небольшой судачок совершенно. Тихонечку вынимаем, чтобы отбудить рыбу. Вот, оказался бершик. Даже не судачок, а бершик вот такой. Красивый. Сейчас его аккуратненько отцепим и отцепим. Приманочка вся покусанная, поцарапанная, но краска настолько хорошо сделана, что вот даже после поимки, думаю, что не менее пятидесятков рыб. Ну, собственно говоря, наверное, на этом все. У нас тут поднимается ветерок, поэтому много говорить не получится. Могу сказать одно. Пока Сережа красиво рассказывал, какой это ратлин, на этот же ратлин я успел поймать пару хвостов. Вот. Поэтому всем пока, мы пошли ловить дальше, пока клюет, пока все есть. Будем ловить трофейную рыбу. Будем. Смотрите нас, верьте нам, верьте ратлинам. А самое главное, не забывайте спиннинги. Хороший спиннинг нужен. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok